Вопрос про колено, можно его восстановить, если в яркой степени уже артроз. Во-первых, массаж, он напитывается, но массаж не отменяет все остальное. Все процедуры физиотерапии, прогревания, бани, бассейны, растягивания. Чем больше процедур, тем больше вероятность, что он восстановится и даже вырастутые хрящики надо будет. А блокада не помогает? Нет, блокада вообще не при чем. Блокада делается в нерв, а тут надо его напитывать. Напитывается коллагеном, он через кожу не проходит, поэтому мази с коллагенами, они в данном случае бессмысленны. Коллаген надо колоть прямо сюда в суставы. Есть, кстати, какие-то уколы, которые стоят офигенно дорого, вот у кого-то крепят суставы, да, колени. 25 тысяч рублей стоит один на полу, одно колено, представляю, ну или два еще тоже не помню. Но помогает на четыре года, четыре года, чего-то забывали. То есть один раз укол сделать все? Да, да. Что это за укол такой? Что это за укол? Там укол такой? Это секрет, я расскажу не на видео. У нас просто два воспитателя, и у них колени болят. Она хочет на полгода на больничную идти, и рад, что там делать. Ну вот, а вот для обычных людей, как бы обычно используются мази с хонда протекторами. Ну, мнение врачей разделилось. Кто-то говорит, что хонда протекторы действуют, кто-то не действует. Ну, наверное, все индивидуально, все организмы же. Все-таки метаболизмы разные, индивидуальные. Самые лучшие к хондопротекторам уже заговорят, относятся хондроэтин и глюкозамин. Их причем выпускают в коллоидной форме, нужно специально их получить. Здесь в России они продаются в аптеках, да? Очень дешевые там, как бы, да? Но они не натуральные. Лучше привозные американские. Есть компания NSP, Nature Sunshine Product. У них там все лицензировано. Все тесты, Ростест, Гостест. Там прошли аккредитованные все лекарства. И в списке ЛРС они есть все. Это как-то редкость для компаний за рубежем, в которых из всей линейки продукции там только 10-15% входит в наш справочник ЛРС российский, да? В этой компании NSP там входят все 500 или 600 наименований. Представляете? Это они настолько прошли высшую качество, высшую пробу. Ну, соответственно, по европейским стандартам у них система разработки GMP. GMP – проверка качества на этапе производства. У нас сюда приходит категория 3А на них стоит, да? То есть все законы батикетки защищены. И по стоимости в итоге с аптечной формой получается даже дешевле. Потому что в одну капсулу входит по количеству вот этих микроэлементов больше. Ну, когда там посчитали мы аптечную форму, да, сколько туда входит, сколько сюда. Оказалось, что даже получается немножко дешевле. Вот. Ну, люди, вот спортсмены, например, пользуются. У кого колени скрипят, да? Со штангами они там приседают. Буквально там 2-3 дня попринимали, ну, это в этих капсулах, в табушках. Попринимали глюкозамин с фондолитином и у них перестали колени скрипеть. Тебе тоже нужно. Глюкозамин с фондолитином. И, соответственно, желательно, чтобы они были с коллагеном внутри. Коллаген в жидкой форме у них должен быть. Он помогает проводить эти микроэлементы сквозь нюбрану внутренних суставов. Угу. Вот. Ну, все, ответил на ответ, да? Ага. Это только лекарство потом мне расскажете? Сейчас. Ну, я же рассказал уже. А это все, да? Да. А, больше ничего не надо. Это достаточно. Мне кажется, для чего он уже конкретно? Для упоров. Да, я тебе расскажу. Это отдельная тема будет. Для суставов это другое. Для питания кальций это третье. Витамины, чтобы прописывать. Ну, вы знаете, вот кальций, например, вы пишут, ну, раньше говорили, пей кальций. Кальций не хватает, да? Ну, да, да. Кальций не хватает. Где, какой убрать? Кальций, как ты сказал? Кальций D3 не комет. Да. Кальций D3 нужно обязательно в нем, потому что он помогает входить в кости. А раньше люди, я помню, у нас учительница в школе ела мелко, представляете? Да. Я сама. Ну, приходим на урок. Мела нету. А где я спрашиваю? Предыдущий класс был, и их учительница съела мелко. Потому что врач сказал, что это кальций, а мела это кальций. Представляете, что здесь бывает такое мнение. Ну, надо с рыбим жиром, чтобы он усваивался. Раньше говорили, яичную скорлупу надо перемолоть из жирно-рыбины. Крыть и есть. И тогда он усваивается так? Ну, вот как-то так. На самом деле, кальций, их много видов, около шести, наверное, семи. И они разные для разных целей. И даже кальций для мозга. То есть, мозг тоже питается. Ну, это тем отдельного семинара, что вы сейчас спрашиваете. Расскажите. Да, потом расскажем. Отлично. Больше кальций для мозга есть, станешь умным. Да, как-то нет. Так, значит, уколы, лекарства. Я помню. Нет, потом. Нет, потом. Нет, тоже.